В группах учреждения раннего образования коммуновиноградовка все еще пахнет краской. Совсем недавно здесь завершился ремонт. Белье выстирано, помещение отмыто и не раз продезинфицировано. Сделан капитальный ремонт пищеблока в соответствии всех норм Агентства по безопасности пищевых продуктов. Детский сад готов принять своих воспитанников, как только выйдет соответствующее разрешение от правительства. Об этом рассказали на рабочем заседании по подготовке к открытию детского сада, которое прошло в примарии коммуны. Подготовительный этап к открытию, говорит директор образовательного учреждения, они начали около трех месяцев назад. Был заключен контракт на поставку моющих средств на 15 тысяч лей, заключены контракты на поставку детсредств. Статью по детсредствам и медикаментам мы увеличили с 4 тысяч до 21. Мы уже закупили термометры дистанционные инфракрасные в автобус, потому что мы транспортируем детей из 4 населенных пунктов и закупили еще термометры в группу. Что касается масок, мы шьем их самостоятельно. Мы закупили 100 метров марли и мы шьем маски и для сотрудников, и если будет необходимость, и для деток. Но мы очень надеемся, что эта необходимость не возникнет, потому что представление детей в масках у родителей и у воспитателей нет категоричества. Также будет приобретено недостающее количество кварцевых ламп. Количество детей в группах по решению комиссии значительно уменьшится. Не больше 10-12 человек в каждой. Пространство в помещениях будет распланировано таким образом, чтобы у детей была возможность соблюдать социальную дистанцию. Все нормы предусмотрены и нет причин, по которым детсады должны оставаться закрытыми, говорит примарка Муны. Мы открыли спортивные залы, мы открыли бассейны, открыли базары, куда родители ходят с детьми по базару, открыли большие магазины и так далее. У нас есть детские площадки, у нас есть уличные площадки, где дети играют все вместе сегодня. Что мешает им играть еще с выполнением мер предосторожности и мер сохранности здоровья детей уже в учреждении раннего образования. Я считаю, что это будет правильно. По решению комиссии, перед тем, как пойти в детсад, дети должны пройти медосмотр. Также каждый ребенок должен будет иметь с собой свои собственные средства личной гигиены и собственную бутылку питьевой воды. Родители готовы соблюдать все предписания, потому что с нетерпением ждут открытия детского сада. Я общаюсь с многими родителями и лично от себя могу сказать, что первое, с чем сталкиваешься, это ребенок, не получая должных знаний. Режим страдает. И, допустим, если один ребенок, то можно ему достаточно уделить внимание, ну, изыскать это время и возможность. Ну, поскольку у меня трое детей, то этого времени просто катастрофически не хватает, уже взрываешься, как воздушный шарик. Примария коммуны Виноградовка – одна из немногих примарий района Тараклея, которая уже сегодня готова к открытию учреждений раннего образования. Детский сад коммуны посещают дети из четырех населенных пунктов. В первую очередь в детсад примут детей, чьи оба родителя работают, а также детей и социально уязвимых семей. Дети из подготовительной группы будут ходить все без исключения. В этом саду их 14.